Прямо сейчас только в Ютьюбе нас смотрят более 24 тысяч человек и около 5 тысяч лайков. Давайте попробуем сделать так, чтобы к концу нашего эфира, к концу этой трансляции лайков было как минимум 10 тысяч. От вас прошу лишь один клик на тот самый большой палец вверх, иконка прямо под окошком трансляции. Это если вы смотрите нас в Ютьюбе, я также призываю вас оформлять подписку на телеканал Дождь. Ну а мы продолжим. Игорь Ильяш, политический обозреватель, журналист телеканала Белсад, присоединяется к нам из, собственно, Республики Беларусь. Игорь, здравствуйте. Добрый вечер. Расскажите, как реагируют на сообщения о задержании Романа Протасевича? Насколько вообще людей интересует эта тема? Ну я бы сказал, что людей просто шокировала эта история. Конечно, она стала полной неожиданностью. И если смотреть по реакции внутри Беларуси, если смотреть по реакции за пределами Беларуси, то, конечно, такого уровня возмущения я давно не видел. Особенно бросается в глаза риторика европейских политиков. Крайне жесткая риторика. Я не припомню еще такого уровня жестких оценок, когда, в общем-то, уже целый ряд европейских политиков охарактеризовал действия белорусских властей как акт международного терроризма. Это крайне жесткие формулировки. И надо сказать, что, конечно, это в определенной степени важную границу перешел режим Лукашенко в данном случае. Долгое время он, режим Лукашенко, являлся для Европы, для Запада скорее проблемой этической. То есть, конечно, нахождение на европейском континенте страны, где уничтожается свобода слова, где терроризируется население, терроризируется инакомысляще, это достаточно неприятная противоречия европейской системе ценностей. Но, с другой стороны, он не представлял угрозы для, собственно, Европы. Его террор не выходил за пределы белорусских границ. Сейчас мы видим совершенно новую ситуацию, и, соответственно, изменилась, насколько сильно изменилась и риторика со стороны Европы. Если с политической точки зрения охарактеризовать действия белорусского режима сейчас, данную акцию, я бы назвал это, конечно, безумием. Безумием даже не с точки зрения нормального демократического цивилизованного режима, а даже с точки зрения интересов диктатуры. Потому что совершенно очевидно, что те потери, те издержки, которые понесет белорусский режим в результате этих действий, они в миллион раз превосходят те плюсы, те выгоды, которые получит режим от устранения одного оппозиционного блогера. Поэтому совершенно очевидно, что эти действия приведут к избранию более радикального курса европейской политики в отношении официального Минска и, конечно, принятию более радикальной версии санкций, которые, в общем-то, и так были... их принятие, их рассмотрение было как раз на носу и должно было состояться в ближайшее время. Игорь, не могу вас не спросить. Все-таки Роману 26 лет и, вправду, журналист-блогер, человек, который вел сначала один крупный, согласен, телеграм-канал, потом другой, является врагом государства номер один для Беларуси и террористом номер один для Республики Беларусь. Ведь, как мы знаем, Светлана Тихановская летела тем же маршрутом, и ее самолет не останавливали, не разворачивали. А вот самолет-блогера остановили. И вправду ли он такой опасный человек для Александра Лукашенко? Тут я бы не назвал его противником номер один для режима. Я думаю, что есть более раздражающие Лукашенко фигуры среди оппозиции, среди критиков режима. Почему был избран именно он, сложно сказать. Мы не знаем всю кухню этой операции спецслужб. Почему, например, не было возможно или не было принято решение в отношении Тихановской, а было принято решение в отношении именно Протасевича. Но я скажу, что сам курс операции за пределами Беларуси, если не за пределами, то, по крайней мере, операции, которые затрагивают интересы других граждан, я думаю, что этот курс был избран, по крайней мере, в начале этого года. Я бы напомнил о таком заявлении главы КГБ Ивана Тертеля, которое он сделал в феврале на Всебелорусском народном собрании, когда он сказал, что мы, как и наши предшественники, под нашими предшественниками он имел, конечно, органы госбезопасности Советского Союза, вот так вот, он сказал, что мы будем преследовать, как и наши предшественники, изменников и предателей везде, где бы они ни находились. То это был совершенно очевидный посыл, сигнал того, что вот тот террор, который захлестнул Беларусь в последние 8-9 месяцев, он будет переходить границы самой Беларуси. И мы уже видели, к слову, не так давно задержание белорусских оппозиционеров в Москве, задержание Федута и Зинковича. И вот это следующий шаг. Совершенно очевидно, что был избран именно курс на расширение террора и использование в том числе операции за пределами стандартных внутренних процедур. Ну, не исключено, что об этом, наверное, может свидетельствовать сообщение самого Романа Протасевича перед вылетом о том, что за ним ведется слежка. Некие люди подходили, пытались сфотографировать его документы, заговорить с ним на русском. Да, судя по всему, ну, судя по этой информации, все-таки его вели еще из Афин. Скорее всего, был человек, сотрудник спецслужбы на самом самолете, который, конечно, должен был контролировать ситуацию на борту. Поэтому это, конечно, была многоуровневая комбинация, которая была, как мы уже видим, задействована и, собственно, спецслужбой, и Минобороны, ВВС. То есть, это была многоуровневая операция, которая, собственно, имела даже и пропагандистское прикрытие от самого начала. Потому что о том, что был поднят истребитель МиГ-29 в воздух, мы узнали от телеграм-канала «Пол-1», который, по неофициальной информации, ведет пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсман. То есть, сама операция, опять-таки, очевидно, проводилась с полной санкцией, под полным контролем Лукашенко. Игорь, не могу вас не спросить, такой вот из Москвы, так кажется, такой всевластия Лукашенко. Он может останавливать иностранные самолеты на своей территории. Вообще, не порождает ли это страх среди населения? И вообще, не может ли это полностью забить, заглушить те самые протесты, которые были прошлым летом? И больше мы такой, как бы, оппозиционной инерции в Беларуси не увидим? Ну, страх, безусловно, есть. Это было бы странно отрицать, учитывая масштабы террора, которые мы наблюдаем, начиная с августа 2020 года. Но страх при этом не уничтожает ненависть к этому режиму и полное его неприятие. Электоральную ситуацию режим Лукашенко вот этим террором никак не сможет исправить. Есть аксиома, которую сформулировал в свое время Наполеон Бонапарт. С помощью штыков можно сделать что угодно, но невозможно на них усидеть. Лукашенко пытается сейчас усидеть на штыках и только на них. И я думаю, что это бесперспективно. Ну, а то, что вот террор, он выходит за всякие рамки и начинает затрагивать интересы внешних игроков, напрямую угрожать людям, которые иностранным гражданам, я думаю, что это такая чудесная иллюстрация прописной истины, что если террор очень долгое время остается безнаказанным, то он только расширяется и углубляется, и переходит все возможные рамки. Я думаю, что мы еще раз вот эту прописную истину видим сейчас, ее подтверждение. И из этого тоже должны сделать выводы. Я думаю, что международное сообщество обязательно должно сделать из этого вывода. Игорь, я не могу. Хочу прочитать вам сообщение в Ютьюбе, которое написал один из наших зрителей. Марина Ким отмечает, что пока Европа будет раздумывать, они могут придумать типа попытку к бегству или еще какую-нибудь низость. Тоже наши зрители допускают и такое, переживают за судьбу Романа Протасевича. Но я хочу вернуться к началу нашей беседы. Как ЕС может повлиять на режим Лукашенко, чтобы Александр Григорьевич и его окружение это заметили и почувствовали? Что это должно быть? Ну, очевидно, что крайне чувствительно будет для режима жесткие экономические санкции. Собственно, я уже говорил о том, что вопрос о рассмотрении четвертого пакета санкций, куда входит в том числе экономический блок санкций, они должны были рассматривать в самое ближайшее время. И мы увидели, что накануне рассмотрения этих вопросов Лукашенко начал необъяснимым образом повышать ставки. Мы на этой неделе видели дело Тудбая, разгром Тудбая, крупнейшего портала независимого в Беларуси. Сейчас мы видим эту скандальную акцию с самолетом Ryanair. Мне сложно объяснить с точки зрения логики действия Лукашенко в данном случае, но это точно не действие политика. Политик бы выждал как минимум времени, даже если бы он хотел расправиться с Тудбаем, расправиться с каким-то еще своим оппонентом, инакомыслящим, то он хотя бы подождал бы того момента, когда был рассмотрен четвертый пакет санкций. Дождался бы, чтобы был принят более мягкий вариант. Я думаю, что Европа как раз к этому склонялась. Но, по крайней мере, не подталкивал Европу к таким радикальным действиям. Он же сделал шаг, который совершенно не мог принять политик здравомыслящий. Безусловно, дразнить Европу, делать такой вызов европейскому сообществу накануне рассмотрения вопроса о санкциях. Но это доказывает мою мысль, которая, кстати, не раз озвучила, что Лукашенко образца 2020-2021 года – это уже не политик. Это руководители военной организации, которые контролируют страну, безусловно, потому что за ними сила, потому что у них оружие. Но он не думает как политик. Его сейчас единственная задача, как это говорится, день простоять и ночь продержаться. Он не продумывает шаги политические на 2-3 шага вперед.